здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал русский крепостной опрятный смышленый и свободный значит попалась мне на интернета на просторах интернета вот такая вот интересная статья которую я и хочу вам зачитать я бы конечно не стал ее зачитывать но когда я ее прочитал блин ребята я все это встречал в книгах это не обман это натуральным образом понимаете всю ту гадость которую нам пишут там что царь был такой скотина это все брехня это эти гребаные либералы такую нам историю по написали ну давайте я вам кое-что зачитаю вот значит смотрите интересная вот такая вот такой рисунок крестьяне ярославской губернии 1836 год акварель из труда древности российского государства федора григорьевича солнцева выпущен в москве в течение 1849-53 годов роковой барьер препятствует полюбить то светлое что что было в прошлом сделать его таким же милым и нужным как минувшие века италии есть много причин укрепляющий этот барьер мешающий мешающих живым силам современном руси без пренебрежения и на ней ненависти отнестись к минувшей уже давно уже давно нечистые руки превратили русскую историю в арсенал доводов за всякое невежество насилия и застой уродство и ужасы современности детонируют в прошлом и не менее всего способствует любому любовному вниманию к земле на которой так трудно и скверной живется отказ от связи с прошлым не проходит даром гаснет какой-то ясный и чистый огонек в душе потому что каждое сердце чтоб сиять полным спектром должно входить как звено в мировую цепь веков как антей проникать клону приникать клону родной земли то есть видите даже уже вот не знаю когда так из книги юрия шамурина культурные сокровища россии ярославль романов бориса глеб углич 1912 год видите да уже тогда писали что они блин всю нашу историю спахабили только грязь у нас в истории понимаете это постоянно нас унижали постоянно убивали ну понимаете давайте зачитаю кое-что почему-то когда говорят о крепостном праве принято иметь ввиду россию в россии крепостное право право было введено лишь в 1649 году а в западной европе же уже с девятого века она стала распространяться повсеместно именно в европе в отличие от россии крепостное право было жестким особенно в польских и литовских герцморстах речи посполитой чьи феодали были в основном западные европейцы ребята я вам об этом тоже уже читал скоро я вам покажу интересную книжку значит статистическая книжка о евреях и я вам там опять-таки прочитаю там как жилось в этой самой речи посполитой так феодал мог иметь право на жизнь смерть и и честь крепостного в россии крепостное право хоть и было отменено в 1861 году примерно на 50 лет позже чем западной европе но по сути она существовала только на бумаге вопреки распространенному мнению именно русские крестьяне как юридически так и фактически имели право жаловаться на своих помещиках и активно им пользовались вплоть до 1861 года значит от себя вам расскажу интересный такой факт который мне рассказывал отец а ему рассказывал его отец значит мой прапрадед мой род идет со станицы шумилинская верхнедонского района на ростовской области значит мой прапрадед пришел пану эту самому шумили ну понравилось там крепостная была у него даже фамилию отец назвал иванченко была ее фамилия и значит понравился и в жены захотел он ее взять пришел так этот пан ребята шумилин отдал эту крепостную и корову дал еще в придачу понимаете да так либерал революционеры состоящий из всяких сортов анархистов и социалистов демонизируя жизнь русского крестьянина сознательно выдавая исключения за правила и распространяя всему миру жуть а якобы свинцовых дикостях его жизни выставляю образ россии в мире в самых черных красках преследовали совсем иную цель чем забота о русском крестьянине понятно да вам ребята так давайте я вам еще вот тут можете прочитать все очень интересная статья я не буду читать здесь очень много потому что некоторым не нравится мой голос не нравится как я читаю короче все не нравится и и канал не нравится не знаю только почему они сюда заходят так еще вот кое-что он тут зачитаю смотрите статья большая смотрите очень интересная узнаете много интересного то чего вы не знали так антон фридрих бюшинг 1724 1793 известный немецкий теолог географ и педагог из его книги новое описание земли о российской империи автор который был два раза в россии 1748 1750 и 1761 65 описывая в своей книге быт и положение русских крестьян жизнь городов и провинций российской империи практически не упоминает какое-либо насилие над крестьянами или их унижение напротив отмечая повсюду большое количество мануфактур ребята эти самые мануфактуры и ездит председатель вам показывает сколько было заводов и фабрик так мануфактур фабрик заводов полей и богатую жизнь русских крестьян и прочего работающего населения во время своего второго пребывания в россии 1761 65 он отметил что добротных домов становится все больше и плохих почти не осталось не осталось также автор отмечает что продукты питания в российской империи очень дешевые по очень доступной цене собственно в особенности мясо каждый крестьянин имеет своем доме баню в которой мой в которой он парился два раза в неделю а если у кого нет нет собственной то для этого построение общественные а крепостных герцгерцогсвелитовском финляндском автор сообщает с превеликим сожалением и состраданием в каком положении живут там крестьяне о том каких домам напоминают лишь закопченные хижины и что они находят она практически в рабском положении у своих феодалах их господа в основном немцы остальные шведы датчане и поляки и они ничем не обязаны своим крепостным и не представляют им практически ничего что необходимо к проживанию хозяевам хозяева могут продать крепостных по своему усмотрению даже отдельно от детей и проявлять любые формы насилия над ними не будучи наказанными за это многие крестьяне едва доживают до следующего урожая а еще более худшем положении находятся эстонские крепостные крестьяне в дании крестьяне за неимением лошадей сами вынуждены запрягаться в плуг вот такую вот информацию я хотел вам зачитать саму смог статью смотрите сами читайте подчеркнете очень много нового спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания